Мария Владимировна Захарова. Здравствуйте. Госпожа посол, вы прекрасно видите. Да. Во-первых, я в такой, в достаточно спортивной экипировке, как вы видите, я уже начинаю поддерживать нашу олимпийскую сборную. Делаю всей душой, всем сердцем. По-настоящему будем болеть, ребята, мы с вами. Экстраординарные обстоятельства, в которых проходит эта олимпиада. Мы все прекрасно это понимаем. Каждый день читаем новости практически с фронта. Но поддерживаем по-настоящему. И наше посольство, как вы прекрасно понимаете, сейчас в Токио, оно на передовой тоже. У меня, кстати, с этим большая проблема. Я сегодня, когда мы говорим, что мы поддерживаем, я сегодня смотрю у Димы Губерниева совершенно удивительное видео. И я думаю, откуда он это взял? Кто эти люди? Прямо как ему удалось заставить подпевать себе даже Зеленского? Потом мне, правда, сказали, что это не Зеленский, но, честное слово, похож. Вот я сейчас, наверное, постараюсь найти, ну просто на секундочку. Потому что, ну, думаю, ну как же Губерниев все-таки великий человек? Ему все подпевают. Просто все. Ну вот смотрите, вот я не прав, вот кто стоит рядом с Губерниевым? Слева от него, светлые мальчики. Выдержать нашу сборную совместно с Министерством спорта Российской Федерации. Вот сейчас сделал два пальца вверх. Исполнить песню прекрасно. По-моему, это Зеленский. Песню спортсмена выбирали, и все выбирали. Давайте вы будете петь вместе с нами. Да, Мария Владимировна, я понимаю, у меня было такое же лицо, когда я смотрел этот ролик. Я думал, что происходит. Потом мне сказали, нет, просто парень очень похож. В общем, поэтому я так, знаете, в такой спортивной форме. А кепочка у меня не столько спортивная, сколько тематическая. Здесь эмблема Шанхайской Организации Сотрудничества. Это год непростой, это год юбилейный. 20 лет отмечая Шанхайская Организация Сотрудничества в этом году. И, собственно говоря, состоялся Совет Министров иностранных дел, ШОС, в Душанбе, куда и полетела российская делегация во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым. Было такое турне по, так сказать, странам. Это сначала был Таджикистан. Центральным событием этого визита стали мероприятия по линии Шанхайской Организации Сотрудничества. А потом вторая часть турне была связана с Узбекистаном, о чем я тоже могу рассказать. Давайте, Мария Владимировна, но все-таки мы продолжим тему Александра Васильевича Шульгина. Он очень подробно объяснял какую-то беспрецедентную чушь, которую нам предлагает немецкая сторона. Я вам хочу сказать, что вот, наверное, знаете, как это столкнулись, да, двое лед и пламень. Помните, у Пушкина в Евгении Онегине. Вот сейчас идет дуэль, действительно настоящая дуэль двух противоположностей, двух школ. Первая школа коллективного запада, о чем сейчас вам рассказал господин Шульгин. Сотрудно безграмотности, непрофессионализма, вранья, подложных фактов и документов и дезинформации. А вторая школа, да, возможно, вам показывается, что это пафосно, возможно, вам это покажется даже с перебором. И вторая школа, это школа отечественной дипломатии. Когда человек, вот наш поспред при, так сказать, ОЗХО, наш посол в Нидерландах, господин Шульгин, на протяжении уже длительного времени с фактами на руках, используя международное право, цитируя его практически наизусть, ведет борьбу с вот всеми теми факторами, о которых я сказала, с подлогами, с дезинформацией, с враньем, непрофессионализмом и круговой порукой. Вы, наверное, сейчас имели возможность, я подключилась к вам на уже завершающей стадии беседы, вы, наверное, имели возможность убедиться лично, что это человек, который не просто погружен, так сказать, в тему, а глубоко, удиционально, знающий предмет. Вы можете позвонить ему ночью, вы можете позвонить ему утром, вы можете позвонить ему днем. Где бы вы его ни застали, он вам наизусть расскажет все обстоятельства сирийского химического досье, так называемого, так сказать, сазберийского, сазберийской саги, ситуации с псевдоотравлением Навального, якобы химическим оружием. И далее по списку. Это человек, который лично принимает участие во всех заседаниях, который лично отстаивает позицию нашей страны. Это человек, который докладывает в центр, который пишет аналитические бумаги. Это человек, который выходит к средствам массовой информации, как сейчас он сделал это в вашем эфире. Вчера он это сделал у Натанзона, да, на телеканале «Россия». Он делает это регулярно, выходя в эфир западных средств массовой информации, соответственно, на языке их. И доказывает, объясняет, приводит аргументы, подкрепленные фактами. Вот это две школы, которые сейчас борются. Либо это так называемый дипломатический популизм, да, на уровне глобальной просто деградации профессии, чем занимаются наши западные партнеры. Используя при этом, как они считают, некую там мягкую силу, цифровую дипломатию, на самом деле не используют все, что только можно, лишь бы прикрыть отсутствие фактов и колоссальные пробелы в их концепции, которые они сами же и придумывают. И школу, вот, которую демонстрирует наша страна. Да, в личном пространстве вы видите, что происходит. Они активировали все возможные источники распространения информации, интернет, мейнстримовые западные, СМИ и так далее. Но как только дело доходит до документов, мы сталкиваемся с прецедентом 20 августа. Вот этот прецедент я бы назвала кейс 20 августа. История 20 августа. Послушайте, 20 августа, если бы речь шла об опечатке, ну, наверное, опечатка была бы либо в дате, да, могло бы быть там не 20-е, 29-е, не 20-е, 12-е, либо в месяце. Не августа, а сентябрь, не августа, не знаю, апрель, например. Ну, когда у вас не совпадает ни дата, ни месяц, а потом вам рассказывают, что, оказывается, хотели написать 4-е, и рассказывают, что это опечатка, нет, это не опечатка, и это не ошибка. Таких ошибок быть не может. Ведь это доклад, который был подготовлен специалистами организации. И эта дата, которая была выдана за опечатку, была, так сказать, дозавуирована не сотрудниками секретаря, а под нажимом поспредства Германии. Наверное, господин Жульгин вам об этом тоже рассказал, я об этом писала пост, об истерике поспреда Германии, которая сказала, что вначале начала говорить о том, что это опечатка, а потом якобы вспомнила, что на самом деле в этот день Бригансоне, Меркель и Макрон озаботились здоровьем Навального и предложили медицинскую помощь. Правда, это было после 18.00 по Бригансону, соответственно, такое же время, ну, может быть, там разница сейчас, но я думаю, такое же время и в тех широтах, где находится ОЗХО, это после окончания рабочего дня. То есть решение о направлении соответствующей группы, миссии не могло быть принято после призыва Меркеля и Макрона в Бригансоне, так сказать, с предложением медицинской помощи, не реакции на какие-то химические, так сказать, или использование химического оружия, а просто предложение помощи медицинской. Но физически они не могли этого сделать, потому что это было после 18.30, это заявление было сделано. Соответственно, в это время ОЗХО уже не работает, даже несмотря на то, что речь шла о таком важном для Запада человеке, как Навального. Но помимо всего прочего, есть еще один важный факт. Мария Владимировна, мало этого, медицинская помощь не имеет никакого отношения к деятельности ОЗХО. Это второе, о чем я хотела сказать. Медицинская помощь, это медицинская помощь. И для того, чтобы вообще что-либо принять, какие-либо решения относительно якобы химического оружия, нужно было иметь хотя бы первичные анализы. А их не было у западных партнеров. Но есть третий момент. А кто вам сказал, господа наши, так называемые, либеральные средства массовой информации, блогеры, все, кто себя за них выдает, на самом деле являясь в том числе и инагентами, которые возбудились по этому поводу, а кто вам сказал, что вообще одна страна может единолично затребовать направление некой группы, и ОЗХО должна принять это решение. Где такое написано? Были такие прецеденты? Нет, это вопрос хороший. И он уже был задан, знаете, кому? Официальным представителям госструктур Германии, которые не знали, что ответить. И потом были вынуждены признать, что по запросу Германии ни в то, что в сжатые сроки, и ни в то, что в какие-то длительные сроки. Но ОЗХО сама не может принять подобное решение. Я имею в виду технический секретариат. Это вопрос компетенции всей организации стран-членов. Это не, извините меня, доставка еды, когда вы можете позвонить и сказать, вы знаете, нам нужно три специалиста по разбору ситуации, связанные с химическим оружием. Нет, так это не работает. И даже официальные представители, по-моему, это было правительство Германии, на пресс-конференции, когда они были вынуждены комментировать ситуацию с кейсом 20 августа, они были вынуждены это признать. Вот и все. Но вы вот по диалогу с господином Шульгиным, я думаю, вы поняли, да, какие бойцы оставили нашу позицию. Мария Владимировна, так что это обозначает? Что это все была операция немецких спецслужб? То есть получается, что все, что произошло с Навальным, это была часть сложной спецоперации, при этом он сам мог и не знать, какая судьба ему уготована. Тогда возникает вопрос роли гражданки Певчих, которая, судя по всему, имеет непосредственное отношение к ряду организаций, название которых буквы и цифры. Это каскад спецопераций, которые осуществляли натовские страны. Я считаю так. В деталях, я думаю, что об этом должны рассказывать спецслужбы, но очевидно на сегодняшний день, что химическое оружие стало темой, не само химическое оружие, а темой химического оружия. И провокации, связанные с этой темой, стали для натовских стран, для натовских структур и стран, которые входят в НАТО, и для Альянса как таковой спусковым крючком, или даже не столько триггером, а сколько удобным, раскрученным поводом, раскрученной темой, в которую они немало инвестировали средств и сил для атаки на те страны, которые они считают для себя, они их по-разному называют, которые считают, они являются для них противниками, соперниками и так далее, и так далее. Тема химического оружия отыгрывалась на Сирии, когда все факты за много лет уже указывали на то, что, так сказать, действительно сирийцы борются с международным терроризмом на своей территории, мало того, все прекрасно уже понимали спонсоров, так называемых умеренных боевиков, все прекрасно поняли, что те же самые Соединенные Штаты Америки находятся там вне легального правового поля, не имея под собой никакой основы, ни приглашения правительства, ни решения Совета Безопасности ООН, мало того, потом все увидели, что Соединенные Штаты Америки просто оккупируют нефтяносные регионы Сирии и занимаются добычей, и, не знаю, даже, как сказать, это не продажа, не торговля, не спекуляция, контрабанда или, даже слова такого не придумаешь, нелегальными операциями с природными ресурсами суверенного государства. Нужно было что-то этому противопоставлять, соответственно, пришла тема так называемого химического оружия и того, что Дамаск его якобы использовал против собственных граждан. Нужно было демонизировать. Конечно. Асада, его пытались демонизировать до этого, пытали, хотя он был до какого-то, там, 12-го, 13-го, 14-го года, он был очень другом западных стран. Вы вспомните фотографии его ужинов и с Керри, и с американскими, и с британскими политиками. А что, с Адамом Хусейном было иначе? Нет, конечно. А что, с Мамором Кадати было иначе? Как Кадати любила французская власть? В засос. Простите, простите, а как было с Бен Ладеном? О, статьи в американской прессе о настоящем борце за свободу. Конечно, лучший друг американской демократии в регионе был. Опора и надежда. Поэтому просто в какой-то момент стал режим неугоден. Не режим, а политик стал неугоден в Сирии. Его начали обзывать режимом. Начали приписывать ему кровавость со всеми вытекающими последствиями. Нужны были факты. Фактов не было. Какие факты могут быть, когда иностранные наемники, вооруженные до зубов, с постоянным финансированием, снуют по всей территории Сирии, как можно было деминизировать при этом режим. Придумали химическое оружие. Факты, постановочные трюки, провокации были раскрыты и международными наблюдателями. И, кстати говоря, и сотрудниками ОЗХО, которых потом просто травли, подвергли. Об этом, мне кажется, господин Чульгин может книгу написать по всем этим интригам, которые были внутри ОЗХО. Начали, когда поняли, что не работает так, начали заваливать саму организацию. Технический секретариат подвергся просто дичайшим нападкам и атакам со стороны западников, которые начали перекраивать мандат этой организации под себя. Дальше пошли параллельно следующие истории. Так называемый новичок на территории Британии и якобы нападение Москвы на спящий Лондон. Ну, условно в кавычках возьмем это так. Эту тему тоже невозможно было отработать, потому что она стала уже просто анекдотом мирового масштаба, но на этом они не остановились. Но они нагромождают ложь, делая вид, что это правда. То есть они ложью подкрепляют ложь. А это Гебберс. Мария Владимировна, и вкратце хотел все-таки узнать о Сергеевне Шумовичем... Владимир Владимирович, это же... Да? Это же Гебберсовская доктрина. Ты берешь... Он же говорил о том, что... А мы что, не помним, куда делось большое количество специалистов Райха? Кто их взял на работу после войны? В самых разных направлениях. Конечно. И коллаборационистов всех собрали. Да, мы еще можем вспомнить, что случилось со страшным отрядом японских садистов-головорезов, которые испытывали... Нет, это у всех... Да, они же тихо и спокойно в Америке потом работали. Продолжаем, мало ли, свои расследования и исследования. Но это у нас есть такой любитель Навального, и его адвокат Головач. Он у нас страстный поклонник Миката и японских убийц. Но, к сожалению, его до сих пор почему-то не посадили. Мария Владимировна, у меня к вам еще такой короткий вопрос, хотя тема большая. Афганистан и, как я понимаю, вот сейчас турне Сергея Викторовича Лаврова волей-неволей все время приходится возвращаться к этой теме, потому что в регионе очень неспокойно. Значит, тема напрямую связана, опять же, с международной политикой коллективного Запада, потому что Афганистан стал тем же самым звеном, таким же звеном, очередным звеном в этой длинной цепочке провалов, так сказать, Соединенных Штатов Америки и сателлитов этого государства на международной арене. Именно так охарактеризовал Сергей Викторович Лавров политику США в Афганистане. Провал. Я хочу вам сказать кратко о сути, как вы говорите, турне. Первое это было Душанбе, где был составит Министров иностранных дел ШОС. И очень актуальная в этот разгар, в разгар этих событий и мероприятий, которая называлась встреча в формате контактной группы ШОС-Афганистан. Соответственно, по итогам заседания контактной группы ШОС-Афганистан было принято специальное заявление министров иностранных дел. Они осуждали и теракты, призывали к межафганскому регулированию, заявляли о том, что видят Афган мирный, лишенный наркотического производства, наркотрафика страной и так далее. Далее тема Афганистана была продолжена уже в Ташкенте, где состоялся тоже целый каскад мероприятий. Это в первую очередь крупнейшее событие международная конференция высокого уровня Центральная и Южная Азия, региональная взаимозависимость, взаимосвязанность, вызовы и возможности. На ней выступали и президенты, и президент Афганистана. Конечно, президент Узбекистана ее открывал, президент Афганистана выступал, Пакистана, главы государства, главы внешнеполитических ведомств. Кстати говоря, вот, мне кажется, очень сильным было выступление и президента Пакистана, который сказал вещь очень, наверное, простую, но очень емкую. Он сказал, что по итогам всех, ну, суть была в том, что по итогам всех экспериментов, которые проводились в регионе, Пакистан принял 3 миллиона беженцев из Афганистана. Ничего себе! Вы можете... Это как-то прошло незамеченным. 3 миллиона беженцев из Афганистана находятся на территории Пакистана. Вы можете себе представить, что это такое в условиях, например, того же самого ковида. Вы можете себе представить, что это такое в условиях нестабильности в регионе. Но что самое интересное, после него выступал практически сразу господин Борель, который был приглашен на эту конференцию. Как вы считаете, а я хочу напомнить, что господин Борель является высоким председателем по внешней политике как раз того самого объединения, большинство стран которого участвовали в компании, возглавляемой США в Афганистане. Это ЕС. То есть практически большинство стран ЕС участвовали в этой компании. Как вы думаете, что сказал господин Борель? Ну, это я считаю, это верх цинизма. Он сказал о том, что ситуация в Афганистане наша общая ответственность. И он это говорит странам, соседям Афганистана. Он это говорит России. Он это говорит Китаю. НАТО 20 лет там хозяйничало, ответственность стала общая. Да, именно так. И еще я хочу сказать, я очень много сейчас читаю и вы, и мы все информационных материалов по Афганистану. И я хочу сказать две вещи. К сожалению, наша, так сказать, либеральная тусовка отличается крайней безграмотностью по этой теме. Первый момент, который они почему-то совершенно не собираются замечать, описывая ситуацию как логически завершенную американскую операцию на территории Афганистана, так вот, они совершенно почему-то не хотят помнить, что это была не американская компания, это был мандат Совета Безопасности, он выданный коалицией, которую возглавляли США и соответствующие страны НАТО в ней участвовали. Это было поручение, это было задание Совбеза пойти, навести там, так сказать, порядок, исходя из мандата. Но только проблема в том, что как только этот мандат был выдан и эти страны во главе с США туда вошли на территорию Афганистана, они про этот мандат забыли. За 20 лет, и, к сожалению, это не проходит вот такой красной линией во всех этих материалах, США и, так сказать, те страны, которые входили в коалицию, ни разу не пришли в Совбез и ни разу не отчитались о том, что они делают. Поэтому это не логическое завершение операции. Логика – это череда последовательности определенных шагов и неких идей. Мы не знаем, какая была логика, мы не знаем, какие были идеи и насколько они соответствуют реалиям. Но мы видим результат. Мы видим результат поспешного выхода, мы видим результат эвакуации тех афганцев, которые работали с американцами, потому что они себя там не видят. То есть как же надо было управлять этой страной, что теперь нужно эвакуировать граждан этой страны. Вы представляете? Причем мы слышали же победные реалиации, как они якобы там борются с наркотрафиком, борются за безопасность и обучают афганцев в демократической жизни. Вот теперь все закончилось тем, что из форума в форум, собственно говоря, как и по Ливии, международное сообщество задается вопросом, а что теперь делать нам всем с Афганистаном? И поэтому в Узбекистане было принято второе заявление, оно было принято пятеркой стран Центральной и Средней Азии и России, министры иностранных дел были приняты, опять же, по Афганистану. Тоже все у нас опубликовано на сайте. Я еще хотела обратить ваше внимание на... Вы, наверное, тоже видели этот тезис, который кочует из материала в материал наших, так сказать, так называемых оппозиционных авторов. Телеграм-каналы пестрят. Те люди, которые вообще ничего не понимают в международных делах, но им тоже есть что сказать по теме по поводу того, что Москва нехорошая, потому что ведет контакты с талибами. Это полная безграмотность. Нет, это не безграмотность. Это совсем не безграмотность, потому что это заявляет гражданка Литвинович, которая долгие годы была на содержании человека по фамилии Ходорковский. Это поддерживает гражданин Явлинский, который долгие годы своей партии был на содержании гражданина Ходорковского. Это поддерживает гражданин Венедиктов, о котором сегодня стало ясно, что он долгие годы пользовался даже в прямую карточкой Американ Экспресс, привязанной к гражданину Гусинскому. Это вот сейчас в Телеграм-канале. Так что это люди, которые отрабатывают четко и ясно посыл из-за рубежа. Задачи дискредитации деятельности МИД и лично лучшего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Ну так вот, я с вами абсолютно согласна, что это отработка методички, как у нас теперь принято говорить. Но я хотела бы также все-таки настояться на том, что это абсолютная безграмотность. Потому что эти методички бывают и умными, и тезисы могут быть правильными, и критика может быть объективной. В данном случае это абсолютная безграмотность. Россия всегда и везде заявляла, что не разделяет, не только не разделяет, но и полностью, так сказать, даже не критически настроена, а даже не порицает, а считает находящейся вне закона любую террористическую деятельность, в том числе деятельность террористическую, осуществляемую на территории государства Афганистана. Мы это подчеркивали, мы из этого исходили и так далее. Просто есть один небольшой, но очень важный нюанс, о котором почему-то все резко забыли. Те самые люди, о которых вы сейчас сказали. Дело в том, что движение талибов является частью межафганского политического диалога. И этот самый межафганский политический диалог получил полную поддержку, одобрение многих международных институтов и международных организаций, такие как Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, призывая налаживать этот диалог межафганский, его поддерживать теми странами, которые имеют отношение к региону, имеют взаимосвязь и взаимодействуют со сторонами и так далее. И в этой части поддержание контактов для стимулирования межафганского диалога является абсолютно легальным. Абсолютно легальным, законным и находится в правовых рамках. Но этого никто не хочет видеть. Мало того, и к Кабулу, то есть официальным афганским властям, и к движению талибов были адресованы заявления этих самых международных структур, стран, страновых объединений, региональных организаций, где движение талибов упоминается в качестве стороны межафганского политического диалога, целью которой является консолидация общества и, соответственно, выход из затяжного кризиса. Но я думаю, что мне нужно на эту тему написать какой-то отдельный пост. И я его моментально поставлю. Помните, телеграм-канал Мария Захарова? Это просто глоток свежего воздуха и источник мудрости в российском политическом телеграм-канале. Давайте скажем вдохновение. Источник вдохновения. Вдохновение тоже красиво. Спасибо большое, Мария Владимировна. Спасибо.